И вот вы добрались на третий этап рейда под названием «Захоронение». Многие называют этот этап самым простым, и возможно они даже правы, потому что тут снова нет босса, а по механике это просто смешанные два предыдущих этапа. Вы будете использовать немного измененную версию механики кнопок пластин, бафов резонанса и бафа «Украденная милость». Задача состоит в том, чтобы как и раньше, используя пластины, создавать фигуры резонанса, а затем закрывать столбы тотемы. Сделать это нужно в трех больших залах по очереди. И я рекомендую сначала исследовать локацию и определить местонахождение пластин и тотемов, чтобы у вас было четкое представление о том, что делать и куда идти. Как и в предыдущем задании, вы будете действовать в командах по два человека, каждая из которых будет управлять своим набором пластин. В этот раз члены из всех трех команд будут располагаться гораздо ближе друг к другу, поэтому может быть эффективной стратегией синхронизировать все команды, запустив сигнал на пластинах одновременно. Так не будет иметь значения, кто является отправителем или получателем. Каждый может отправить или получить любой из сигналов, поскольку все они будут доходить в одно и то же время. Главное изменение заключается в том, что теперь есть три типа резонанса. Кубы, сферы и пирамиды. Каждый из трех типов резонанса будет соответствовать одной стороне комнаты и одному набору кнопок. Так что иногда вам может понадобиться меняться с одной стороны на другую для принимающих игроков. Например, слева будут кубы, по центру сферы, справа пирамиды. Но если у вас на этом этапе уже начинает закипать мозг и накапливаться усталость от рейда, но все же получить лут с него хочется, вам может помочь сервис двинг, который уже много лет помогает стражам сэкономить время и нервы на фарме и прохождении сложных активностей. Благодаря обновленным опциям сервиса вам больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Весь контент нового дополнения финальная форма может быть пройден вместе с вами. Цены там стали ниже и доступнее, а по предоставленному промокоду TRIPLE VIBE вы получите специальную скидку в 15% на все услуги. Ссылку на сайт оставлю в описании. Теперь давайте к гайду. Когда начнется этап, на вас снова окажется уже знакомый дебаф с таймером «Нависшая финальная форма». А на каждой стороне арены появится мучитель. Как и на первом этапе, победа над этим мучителем активирует пластины. Вместе со своей командой убивайте мучителя и обратите внимание на новую механику. Тот, кто нанесет последний удар по мучителю, получит украденную милость. Баф, который позволит игроку увидеть, какая фигура находится внутри его столба, как на предыдущем этапе. Цель – закрыть все столбы. Поэтому, опять же, как и на втором этапе, очень важно определить свой символ и следить за тем, какой баф вы собираете. Как только разберетесь с мучителями, не расслабляйтесь, потому что по разным углам и колоннам зала начнут появляться турели кабал. Они будут очень мешать, так что разберитесь с ними как можно скорее. А еще стоит следить за новыми атаками свидетеля, напоминающими атаки рулка. Когда пол подсвечивается оранжевой линией, уходите с пути, скоро будет удар. После того, как с турелями кабал будет покончено, начинайте перебрасывать энергию между пластинами. Вы, пройдя два этапа, и так понимаете, что нужно следить за таймингами. Но все же напомню, не вставайте на пластину раньше времени, но и не задерживайтесь, иначе вы заспауните сильных штрафных мобов, а оно вам не надо. Как и раньше, вам нужно будет передавать сигнал туда-сюда, пока у каждого игрока не будет по три резонансных фигуры. После этого, каждый игрок, находящийся на пластине, которая расположена рядом с тотемом, должен будет пробежаться по комнате, чтобы собрать свой последний резонанс того типа, который показан внутри его столба. Помните, что тем, кто получит баф «Украденная милость» после убийства мучителя, нужно сообщить, какая форма резонанса находится в том или ином столбе. Так что тут, как и на втором этапе, важно, какой резонанс вы соберете последним. Если тебе нужен куб, ты можешь собрать пирамиду, круг, а потом куб. Баф резонанса останется кубом, и это позволит закрыть тотем. Либо же, вы можете просить своих напарников, у которых уже есть нужной фигуры баф, прийти к вам и закрыть тотем, а самим найти тот тотем, который совпадает с вашим бафом. После того, как вы закрыли все столбы по всем трем сторонам, пришло время сгруппироваться в центре у ворот и вкинуть весь резонанс в коробку, опять же, как на предыдущих этапах. Обязательно перепроверьте, что сдали весь резонанс, потому что очень часто этот ящик багается, и вы можете скинуть только один из трех собранных резонансов или вроде того. Сбросив резонанс, вы получите бонусное время на таймер, максимум могут прибавить 3 минуты 30 секунд. Зачищайте мобов и проходите дальше через открывшиеся двери в следующий зал. В нем вам нужно будет проделать то же самое, а затем перейти в следующий. Так что в общей сложности вы выполняете последовательность 3 раза. Некоторое расположение пластин на этих локациях и их связка интуитивно непонятна, так что будет круто, если у вас получится изучить локацию, сделав пару попыток под это специально. Но опять-таки, у вас будет меньше проблем с кнопками, если вы будете активировать их одновременно. Запустив их равномерно, для вас не будет иметь значения, кто из игроков жмет ту или иную кнопку. Каждый член команды может подстраховать другого. В общем, как я и сказал, следующие две комнаты вы будете проходить точно так же, как и первую. Уничтожьте мучителей, турели, используйте баф, чтобы увидеть какая платформа и какие резонансы находятся внутри колонны. Обменивайтесь сигналом от пластин, подбирайте созданные фигуры резонанса. Попросите напарников, находящихся рядом с колоннами-тотемами, собрать последний резонанс в соответствии с тем, который вы видите в столбе. И выстрелите в тотем, чтобы закрыть его. Скиньте свой резонанс в ящик и проходите дальше. У меня, к сожалению, не так много футажей с этого этапа, потому что мы с командой пришли его за один раз, а повторно я пока не ходил. Но я надеюсь, что сумел показать и объяснить все наиболее понятно. Далее идем к четвертому этапу. Мне сил его объяснять, а вам сил его потом понять. Спасибо за просмотр. Не забудьте ударить в колокол, чтобы не пропустить следующий ролик по четвертому этапу. И до связи. Самый лучший злочек, сэр. Отличник.